Библейский портал экзегет.ру представляет И в 107-м Господь-Царь встречается с человеком-царем Хотя напрямую об этом не сказано Но под заголовок «Псалом» «Песнь Давида» То есть, наоборот, «Песнь Псалом Давида» Но в данном случае это не очень важно Давид у нас здесь то ли автор, то ли лирический герой То есть, человек, от имени которого псалмопевец говорит То ли тема, может быть, это царский псалом, относящийся к династии Давида И немножко необычно, что он здесь Потому что у нас царские псалмы, они в начале псалтири Там нулевые, десятые, двадцатые, там таких много А здесь у нас есть явно царь Но давайте не будем торопиться Мы читаем псалтирь в контексте, да То есть, каждый псалом не изолированно, а среди других Хотя его можно читать и по отдельности И прочитаем, потом подумаем, какое отношение он имеет вот к этой теме О том, что Господь царь над всей землей, но над Израилем в особенности Итак, песнь Псалом Давида Твердое сердце мое, Боже, буду петь, слагать песнопения Душа моя, пробудись, пробудитесь, арфа и лира Встану я на рассвете, среди народов прославлю тебя, Господь Среди всех племен тебя воспою Велика милость твоя, высший небес Правда твоя до облаков Будь превознесен, Боже, высший небес И над всей землей да будет слава твоя Чтобы уцелели те, кто дорог тебе Спаси их десницей своей, дай мне ответ В своем святилище Бог сказал Торжествую буду земли Шехема делить Делить земли в долине Суккот Галаат мой, Моносей мой, Ефрем Шлем на голове моей Иудея Скипетр мой Муаф мой умывальный таз И дома брошу сандалию мою Над Филистией мой клич прозвучит Кто ведет меня в укрепленный город Кто в походный дом меня поведет Ведь ты, Боже, нас отверг С нашим войском в бой не идешь Помоги победить врага Ведь помощь от людей ненадежна С Божьей помощью мы победим Он одолеет наших врагов Псалом короткий, простой Но распадается на три Как будто несвязанные части Первая часть Твердо сердце мое Божье Буду петь, слагать песнопения Велика милость твоя выше облаков Правда твоя выше небес И так далее Но все знакомо, все понятно Даже комментировать В общем-то нечего Чтобы не повторять одни и те же слова Много раз И вдруг это молитвословие завершается Чтобы уцелели те, кто дорог тебе Спаси их десницей своей Дай мне ответ То есть получается, что Да, все это так Но в данный момент Почему-то псалмопевец Или Давид Или тот, кто от его имени говорит Или тот, кто его представляет себе Он не чувствует вот Этого в своей жизни И тут же Вторая часть Совершенно как будто не связанная с первой В своем святилище Бог сказал И дальше Бог это такой завоеватель Такой, знаете, империалист Если читать буквально Да, он все земли себе подчиняет Земли Шехема, долину Суккот Ну это, собственно, израильская территория Галаад, Моносия, Ефрем, Иудея Все израильские племена И соседние народы Муав Эдом и Филистия Где филистимляне Более того, он описывается здесь Как царь, который сидит на троне Ну, конечно, Бог часто описывается Как царь Но здесь он вот прям Очень-очень антропоморф Очень как по-человечески Ефрем, шлем на голове моей Здесь скипетр мой Ну это знаки царского достоинства Да, корона мы сегодня скажем Ну тогда Не обязательно была корона Это мог быть какой-нибудь украшенный шлем А остальные народы Муав, мой умывальный таз Ну ничего себе поэтика Да, вот таз, из которого он умывается Что Бог умывается по утрам Может еще и зубы чистит Или по вечерам то же самое Да, но на самом деле Это образ очень конкретный Вот у царя вся Его утро роскошное Да, у него не просто умывальный таз А у него он, наверное, там тоже серебряный Какой-нибудь с резными украшениями И все такое прочее А дальше Дому брошу сандалию мою Уже совсем как-то странно выглядит Бог, который с сандалиями разбрасывается Ну, можно это понимать так, что Айдом, он у меня как подножие Вот для Подставочка такая Да, для того, чтобы обувь там держать Или это Некоторый такой обряд Вот мы читали, скажем, книги Руфь Что-то похожее Да, вот при покупке земли При переходе земельной собственности От одного человека к другому Есть такой символический жест Связанный с обувью Да, то есть Человек может бросить свою обувь На участок земли Сказав, это мое Да, вот здесь моя обувь Он не может там стоять все время Да, вот Его ботинок, ну, как табличка с именем И указанием, что он владелец И вот здесь можно это понять так Что Айдом тоже мой Да, говорит Господь И вот я его себе заберу Начинается третья часть Кто поведет меня в укрепленный город Кто в поход на Идом меня поведет Ну, литорический вопрос Ответ понятен Должен быть Бог И тут же Ведь ты, Боже, нас отверг С нашим войском в бой не идешь И получается, что здесь Псалмопевец, он На самом деле эти три части Сложив вместе, говорит Богу Господь, я тебе верен Я тебя воспеваю На самом деле вся земля твоя Помоги мне завоевать Идом, пожалуйста У меня без тебя это никак не получится Вот такой простенький Маленький псалом, да С Божьей помощью мы победим Он одолеет наших врагов И, ну, нам сегодня, наверное Очень ловко это читать Потому что завоевательные войны Это нехорошо с точки зрения Современного международного права, да Как бы мы там не относились К другим народам Но взять и завоевывать их Еще от имени Бога Наверное, мы не хотим Понятно, что христиане Будут переосмысливать этот Псалом в каком-то духовном Понимании, что, скажем Это будет завоевание не военное А это завоевание вот Идеи единого Бога Которая распространяется по земле И покоряются разные племена и народы И вообще война в Псалтире Обычно понимается При таком христианском Аскетическом чтении Как война с своими страстями Пороками, грехами И тому подобным вещами Ну вот здесь Даже так понять трудно Но смотрите Мне кажется В историческом контексте Ну вот с него Всегда стоит начинать В самом первом контексте В котором этот Псалом был написан Не читался или пелся В нем Это всего лишь Военная песня Вот перед походом Да И давайте попробуем Вспомнить Кому какие в голову Придут разные военные песни Все вот эти вот Броня крепкая И танки наши быстрые До сих пор До сих пор люди поют Мы хорошие воины Мы разобьем всех врагов Да А вот израильтяне 3000 лет назад пели Вся земля принадлежит Господу Господи Ты от нас отвернулся Пожалуйста Помоги нам Потому что без тебя Мы ничего не можем И в результате Они победили А все те Кто пели про броню и танки Ну в том варианте Естественно Это были колесницы Там луки Копьи Мечи И все прочее Они проиграли Сегодня нет ни Ассирии Ни Великой Египетской империи Египет уже совершенно другая страна Вот собственно Маленький урок Этого псалма В 108 От такого международного уровня То же самое Перейдет к личному Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok